орден к лишним не будет вот ну хорошо поехали мы уже начинали немножко говорить и хотелось продолжить разговор про си шарп 60 но в плане того как он нам упрощает жизнь как он нам может помочь вот принципе я думаю что все уже слышали все знают что си шарп 60 это уже стандарт он вышел с превью то что им можно пользоваться принципе в двух словах что любая ветка развития языка платформы си шарпа она в принципе нам привносила какие-то изменения которые решали наши проблемы улучшали жизнь в принципе кто-то может застал 10 кто-то там может быть еще 09 даже бета версию застал работал мучился да но в принципе в основном жизнь стала легче со фреймворка 20 когда появились уже дженерики на паршал типы и тому подобное вот из каждой версии фреймворка в принципе выходили новые фичи абсолютно то есть но люди радовались им для них это был для нас это был скажем такого класс новую штуку сделали новую фишку но вот си шарп 60 мне кажется что мы упустили основной момент что сделала команда разработчиков для нас ну и для себя конечно же фичах появилась а очень главное скажем так базовая фича для всего остального это компайлер с сервис как по мне так это очень важно но я постараюсь вам донести свое восприятие почему важно во первых теперь мы тоже можем использовать api компилятора для своих нужд соответственно это теперь не закрытый какой-то ящик который мы только можем там как-то дизассамблировать реверс инжиниринг пытаться разобраться каким-то эмпирическим путем что-то интуитивно сделать выводы вот мы можем использовать этот потенциал еще гораздо больше а также почему это скажем так было таким толчком и пришли к тому что не нужно делать розлинг и использовать подход компайлер за сервис по одной простой причине что разработчикам самого компилятора фреймворка станет гораздо проще и стало гораздо проще деливерить и шипать новые фичи это очень важно потому что сейчас за счет подхода такого мы можем наращивать язык любыми фичами скажем так которых нету в стандартной реализации мы можем сделать свои вот то есть это самое главное на базе этой фичи все шарпи шестом и как я говорил но visual basic 14 тоже это вышел новый стандарт языка появились новые фичи вот и по основным мы сегодня пробежимся посмотрим немного погружаясь в то что прячется за этой фичи они все это просто синтаксический сахар я сразу скажу что это делает компилятор это делает розлинг чтобы использовать все эти вещи вам нужна visual studio 2015 можно некоторые вещи делать три тысячи тринадцатый добавляем из build task но скажем так это не рекомендуется если вы хотите использовать и вам нужна studio 2015 да это возможно но constraint но все равно давайте в принципе посмотрим я думаю что с прошлого раза ну 50 слайда вам показывает смысла нету я бы лучше закончил на этом черном слайде на последнем и переключился бы в visual studio я создал пустой проект и также перешел по ссылке которые есть в презентации мне не хотел ничего скрывать что там собирал со источников много вы всегда можете эти вещи посмотреть они доступны на гитхабе до чем этот плюс почему я показываю потому что розлинг open-source добавок еще то есть вы можете смотреть изучать си шарп еще как он сделан внутри соответственно давайте начнем с основных фич таких как вот например авто пропорте и не целая давайте создадим новый класс будет все просто person создадим какую-то простую пропорте кстати я думаю все используют шорткаты вы пишете проб потом enter и дальше только указать тип и name да ну то есть такая разработка только со скоростью мысли то есть вы уже думаете как бизнес логику реализовать а не как правильно писать в каком порядке что в принципе с пропорте мы всегда делали да то есть мы как-то устанавливали получали значение например если у нас есть какой-то метод change а мы можем например изменить нашу пропорте и сказать что и вот но чаще всего мы хотим чтобы устанавливать мы могли только у себя и это были ridon или пропорте который отдается наружу я думаю что все помните что авто пропорте это синтаксический сахар на что компилятор развернет эту всю конструкцию в бэкинг филд на создаст private филд и просто создать еще два метода до name underscore get или по моему get underscore но это неважно два метода а раньше до си шарп 6 0 чтобы сделать private мы могли писать так соответственно private set в принципе это хорошо да но удобнее гораздо использовать новую конструкцию которая пришла все шарп 6 0 и просто писать get на и соответственно мы также можем объявлять ее в конструкторе name можем например принять параметр с конструктором но какое здесь отличие сразу хочу сказать что было до и а видите здесь подсвечивается уже красным ошибка уже нельзя изменять можно только в конструкторе это становится настоящая рид он ли рид он ли не в плане параметра давайте буду называть это им youtube настоящая им youtube all пропорте то есть соответственно я могу создать только один раз задать значение дефолтное и все и никто не может уже изменить это пропорте какой в этом плюс да то есть но если задуматься в чем плюсы и бьют и бьют и билите надо правильно сказать о неизменяемости а неизменяемость хорошо когда мы работаем многопоточных приложениях и ютубол поля мы можем просто отдавать в разные потоки там вопрос какой-то латсари я тогда тебя замьют и если шо размьют и ся вот то есть большой плюс принципе идти если дальше задавать дефолтная вэлью например мы можем в конструкторе на например если нам нужно какая-то вещь но каждый раз если у нас много переменных бегать в конструктор и задавать их но не очень удобно так хотелось бы например сразу писать так вот но из и шарп 60 это позволяет то есть сразу задавать параметры вот плюс то есть что мы получаем что упрощаемся да и у нас получается и ютубол насть и мы можем дефолтный вэлью задавать сразу в той строчке это упрощает количество нашего кода читания а экшо мы в конструкторе зараз поменяемости с минус 6 танец а если мы напишем например так вот и что в ней будет татата просто у кого приоритет больше да я так понимаю основная идея проверить татата выведется ой там но выведется олег одной простой причине что нейм это дефолтная вэлью соответственно она задается но она всегда перезапишется конструктором получается если мы посмотрим код давайте мы это и сделаем все знают там дат пик и лс пайл такие вещи линк и парк скреждаши за сайт через тэшу привет и инициализация филдива ранейшую ниш против они конструкторов и отбывается направлено через ты тут все сейчас но скажем так в мире стало все просто можно сильно не гадать и посмотреть во что он компилирует это видите что происходит просто скажем так вызывается сначала он просто это синтаксический сахар на он подставляет backing field игр то что я написал как дефолтная вэлью потом вызывает конструктор и потом соответственно вот эта реализация то что в конструкторе но соответственно на то что и сейчас и сказали вот то есть такие нюансы очень легко проверить вот я как раз решил показать как это можно делся к вычему и не оптимизовал разу я думаю что он это не будет оптимизировать хотя может быть следующих версиях захочет но тут в принципе даже решарпер выдает предупреждение на то что там property нас игнор диринк инициализации так что тут в принципе все все честно но надо посмотреть всегда как оно происходит поэтому не стал об этом рассказывать по поводу оптимизации я не могу точно сказать возможно это связано с какой-то их не внутренней логикой но может есть какие-то случаи когда оптимизировать не очень хорошо вот в принципе это авто property инициализации red only и соответственно мы можем сразу делать дефолтными инициализации что еще дальше статик импорт появилась а в принципе мне очень эта фича понравилась а по одной простой причине что часто приходится записывать какие-то формулы да то есть там математически писать им сайн санкос там или экспрессионы когда нужно какие-то сгенерировать все же помните да там есть экспрессионы мы можем в рантайме создавать экспрессионы вот и каждый раз писать экспрессион констант 2 на там экспрессион констант и странный способ сложения двух чисел но это как пример вот но на самом деле это не будет сложение чисел это будет экспрессион да вот в принципе но запись довольно сложная также в принципе более реальные примеры жизни каждого в принципе кто работает с рейзером есть какой-нибудь истину с вебом скажем так или со структурой есть всегда какой-то html или еще какой-нибудь а так билдер на то есть и в принципе запись мы стараемся делать что-то подобное на запись react подобное да но вот это все но она мешает но она очень сильно мешает на соответственно что мы можем сделать мы можем написать using static на и указать наш name space и соответственно это все можно упростить на я тут с вашего позволения чтобы не делать долго инфа так запись гораздо удобнее не а фича это очень нравится да то же самое можем сделать с экспрессиону а всередине метода не можно так и юзинг прописать а в середине например мейна так написать using static не совсем получится но это ж на самом деле фича только компилятор это не значит что мы убираем namespace и просто компилятор теперь понимает что смотри здесь вот ну и просто добавляй полные поля но все также остается это не значит что вас промежуточном коде ms или не будет namespace of этот вопрос наверно был в том чтобы законстрейнить вот этот ставь их static на какой-то скоб не на весь файл она какой-то блок файл хороший вопрос я понял то есть в принципе это наподобие как мы делаем using такой-то namespace да например point равно то-то то-то да или ну на канал метод просто в плюсах так и можно ну я просто можно таки да просто но я не знаю даже как using метод засунуть скажем так чтобы просто и работал он namespace ах может работать до до класса но уже не в этих объектах вот но сейчас все можно сделать в принципе вот если есть раз вот но то есть идея здесь понятно да то есть мы просто это все убираем лишнюю воду да то же самое мы можем сделать с консолью на импортнуть использовать static консоль то есть не нужно уже каждый раз писать вот эту скажем так статический тост вот эта фича тоже мне очень нравится я стараюсь использовать код читабельный а также индекс инициалайзер на есть у нас такая вот вещь принципе все помнят такую как дикшенари да как инициализовать дикшенари например это у нас string int все помнят что надо для этого просто писать фигурные скобочки и дальше пошли например нам нужен string на там напишем 1 на то есть происходит инициализация на это синтаксический тоже такой сахар и сейчас и шаг 6 0 предлагает гораздо удобнее запись как они говорят это используя индексы на то есть мы здесь можем теперь писать так вот в принципе тут возникает такой вот вопрос а что поменялось до на же этот синтаксис уже был ну то есть в чем как бы подвох на то есть но подвох есть абсолютно неправильно сказал да справедливо подход тут есть они выглядят более менее одинаково но на самом деле давайте вернемся к тому что как создать свой кастомный тип объект который можно использовать синтаксический сахар такое вот добавление используя это все помните какой нужный интерфейс реализовать за по-моему туда д д д д там шестра до айлист на самом деле это же конструкция во что развернется есть у нас дикшенари до создался дикшенари и потом давайте но по-моему а листки и вл и пр то есть во что эта конструкция развернется т.д соответственно нам нужен метод это на и для того чтобы работал этот синтаксический сахар нужно реализовать ай-коллекшн а то есть в принципе мы можем создать свой какой-то объект давайте не буду это писать вот есть например даме object collection нужно создать просто реализовать интерфейс ай-коллекшн и реализовать в нем метод это самое главное и тогда мы можем использовать этот синтаксический сахар на коллекшн на и использовать этот синтаксический сахар вот то есть вот за этим скрывается что привнес и шарп 6 0 он привнес другую вещь он привнес то что а нам теперь не нужно реализовывать ай-коллекшн интерфейс нам достаточно просто реализовать индексатор и все вот это очень хорошо например если вы работаете с джейсона много вот ньютон софт библиотека у них есть такой там джей обжект вот джей обжиг сейчас переписали с использованием вот индексатора что не нужно уже реализовывать от ай-коллекшн чтобы иметь такую возможность добавить вот то есть вам нужно сейчас просто написать индексатор и вы можете использовать в вашем даме обжекте же такую возможность как индексы вот если это мне ошибся с типом и int тут нужен int то есть фича принципе довольно удобно то есть не думайте что она ограничивается только на dictionary но это важно понимать то что индексы немножко работает по-другому и требует от вас другого вот это в принципе по индексам моя любимая фича после того как я начал использовать async await это то что разрешили использовать await catch и finally я понимаю что именно верно сначала было сложно очень это все сделать но сейчас есть возможность использовать уже async await в наших давайте создадим какой-нибудь метод async таск которым есть у нас и на ли но и а здесь мы уже можем писать наконец-то а вейт таск давайте ел а то есть это большой скажем так плюс потому что если у вас есть вы используете асинхронная и пи ай да то есть скорее всего и логгер у вас если особенно вы пишете в базу данных вы стараетесь использовать все асинхронно на уже в этом подходе task based approach и соответственно у вас и логгер уже асинка вы имеет task based и вам нужно писать раньше нам приходилось выкручивать таск рантом вейт и тому подобное было это очень сложно сейчас это стало просто это еще одна такая фича который именно не лично понравилось то что она упростила сильно код вот я думаю что в принципе тоже если кто-то начал использовать async await уже ну в проектах они столкнулись с тем что если у вас логгер или еще какая-то обработка или вы пытаетесь восстановиться или какая-то рекурсия то вам очень сильно этого не хватало вот принципе также можете посмотреть кстати task yield кто-то не знает что такое task yield зачем она нужна это хорошо лучше знаете можно использовать большой плюс также какой плюс большой появился с c sharp 60 это фильтры эксепшенов вот но я думаю что все о них уже знают да то есть тоже смотрели это когда мы пишем when и потом какое-то условие да например x-message lens не хочу читать маленькие сообщения у которых длина меньше ста вот в принципе конструкция тоже выглядит для всех такая удобная да то есть ну скажем ну окей мы раньше писали например если нужно что-то обработать мы писали так вот на то есть message lens а и там условия вот на самом деле это неправильно потому что здесь изменился механизм вот это конструкция она не равна этой конструкции смотрите почему как происходит есть у нас exception а сейчас и alarm сначала пытается найти хендлер кто будет хендлить и вот этот предикат нам как раз позволяет и найти кто будет хендлить наш exception то есть мы сначала ищем хендлер на базе этого условия кто сможет вот у меня есть exception кто будет хендлить на там смотрит например есть список зарегистрированных блоков так качи хендлеров один говорит но у меня я принимаю такой-то exception такого-то типа вот и я хочу чтобы выполнялось условие что сообщение длина больше ста окей ты мне не подходишь вот давай следующий и так ищет в случае когда у нас нету в мэн а мы используем то можно записать 2 качи exception с резными ванда да абсолютно вот то есть и смотрит такой ага вот у меня есть хендлер и кидает туда подходит exception тип совпало все и соответственно все вы понимаете да это проблема например там когда что писать на там сроу exception dispatcher или просто exception проблема в стеке соответственно стек раскручивается то есть вы уже сюда приходите если отсюда строить exception стек будет уже не чистый и это соответственно плохо поэтому в этом случае стек не раскручивается вот какой плюс можно от этого получить например вы можете написать метод лога только всегда должен возвращать bull до лог exception например передаете ваш exception здесь делаете с ним какую-то работу до по логированию и потом возвращаете да если вы хотите там восстановительную работу и соответственно у вас будет выглядеть вот так вот лога exception и соответственно ваш x то есть пожалуйста вы можете обвернуть вашу логику с логированием exception стек не теряется а дальше уже там а уже можно проверить а из той из x x из аргумент exception аргумент на лог сэпшинг тут подпитивка но я бы наверное посмотрел бы в сторону вот такого разделения да например так вот бы да то есть но или но поняли да идея как бы фильтра конечно здесь это можно проверить то есть единственная но какой exception да то есть его там не close и и соответственно какой на продать а его там аргумент ну аргумент нал и аргумент ладно новолитний кейс и бот один видно то надо вам в методе делать не ману азии декілька типов можно одним блоком ну и дизнь и ризнь и ты 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 сэпшеню и кино следует цели декса рж на лызу визне и в одном облоте их фильтрова то можно то но смотрите получается здесь всем вен это только фильтр а сейчас вы пытаетесь вот есть общий блок вот то же самое как выход лите обычная exception и как выход лите аргумент exception как выход лите и о exception нал референс exception конечно можно поставить вот один базовый да то есть и соответственно здесь при лог exception вы можете проверять тип на то есть какой он там пришел в принципе это получить можно вот но попытаться в одном блоке здесь разобрать какой-то был exception ну логировать зависимости от этого или но пропускать дальше или нет но я бы не делал так я бы предпочел уже разделять с помощью стандартной нашей функциональности иерархии кэчей в порядке от более частного к более общего вот это просто фильтры да то есть ну скажем так это дополнительный предикат который среде позволяет выбрать более точнее какой хендлер например вы можете сказать что вот этот хендлер только работает по субботам да потому что здесь идет в базу логирования или присылается на email вам какой-то вот ну то есть тут больше такая вот идея но а так он не дает никакой возможности там агрегирование exception делать на такой какой-то агрегат но я правильно понял вопрос но я на то ответил или нет так так и разумею просто не пометая в джейпом можно деколька ты пил в одном и печи чем помыляю с ней я не знаю есть это джава на dotnet комьюнити просто узнать я просто джава и очень честно ну я слаб даже не могу но сказать ну давайте далее вода если же спросим я посмотрю но это интересно но принципе тут остается идеология все та же exception то есть мы их если нужно по типам разобрать мы пишем разные блоки кэч если нужно еще к этому типу добавить какой-то фильтр предикат дату вот пожалуйста это были вот у нас и греши дам сори вернись назад пожалуйста уже здесь да подскажи то есть я правильно понимаю там что я могу сейчас создать несколько блоков с одним и тем же exception x где поставить разные блоки в вот ну например больше 100 меньше 100 там да а то есть как я сказал то есть у сейчас получается среда си алар смотрит ага у меня вот есть только то обработчиков хендлеров доступных для этого блока try вот у меня есть тип exception например да ага я смотрю что соответствует два хендлера которые готовы принять exception x на ага но у них еще есть фильтры да какой из них выбрать вот то есть соответственно можно сделать вот так она это разворачивает в этом пике сейчас мы это сделаем шамы на поставим таски илт тоди воно зайдя в обидву эксепшен и шоу новое педе и тейта ай еще раз якшо от умову ванну и педе для одного эксепшена и для двух эксепшена то и и паша мова педе и другому да что мы не поставим таски илт тоди воно зайдя и туда и туда и туда че нет а скилт это просто можно написать дилай шоб илт не не пугал ну илт немножко работает по-другому то есть вот то есть он зайдет в 1 другой назад это нет но тут и тут все стандартно как эксепшены раньше обрабатывались а какой у них был пайплайн такой же остался ну то есть это то же самое что если мы здесь напишем да там кетч и у меня здесь null reference exception exception вот и помните да если здесь я кину throw you null reference exception да он не прилетит сюда на они сюда вот то есть но процесс все осталось flow такой же как и работали правила как работает стандарты что если у вас два одинаковых да ну он первый возьмет вот так и теперь мы делаем опять и билд и сейчас никто наш программ это персом вот разворачивает он это как всегда в оси так и тут надо еще включить не все окей вот что он сгенерирует это вен есть а вот нам как раз нужно что он создаст в или разворачивает он все это так так где наш вен вену вот кичнал reference exception вот то есть здесь вот такой вот происходит pipeline вот то есть но тут если убрать вот это все асинхронным выкинуть машину состоянии да то она в принципе упрощается вот смотрите в чем дело тут exception filter используется уже не синтаксис синтаксический сахара такой компилятора а это уже среды выполнения по одной простой причине что exception filter уже были давно в среде их не было просто все шарпе если есть visual basic то visual basic нам скажет что у нас они давно есть вот существует и соответственно вот во что она разворачивается то есть это уже среда исполняет то есть это не компилятор решает а уже среда выполняет и смотрит ага у меня теперь для кетча появился условия вот такой вот предикат да то есть там сексес фильтр ясно письмо а то есть такие вот вещи он остается как есть из еще с такого что это вот у нас было как раз exception фильтры а что еще мне очень нравится это null conditional оператор вот принципе я думаю что всем он тоже нравится какая его идея да чаще всего у нас есть какая-то логика вытягиваем из базы и нам очень часто приходится писать проверки на null да то есть там даже просто есть у нас метод мы хотим проверить аргумент что они не должны быть null да то есть если аргумент с null то я должен там сровнуть exception или еще что то сделать вот но с логикой у нас сложнее у нас бывает есть там класс person потом у него может быть какое-то там поле work потом у него там наконец-то может быть запись фон и наконец-то в фоне мы там можем выбрать номер а какая здесь проблема здесь основная проблема что это все может быть null да и простая строчка наша разворачивается если person да там не null и вот так вот поехали но запись очень сложная и бизнес логика по сути получения просто фон номера но она теряется в куче ифов потом эти ифы плохо влияют на метрики нашего кода ну очень плохо скажем так да потому что цикломатическая сложность вырастает ради просто получения доступа до c-sharp 6.0 после 3.5 когда появились экстеншены мне очень понравился подход с монадами да с функционального языка монада мэйби да тогда я радовался и в стиле link you писал с помощью там например x в новке там x например work и потом дальше то есть если null то она пропускала это были чистые функции с функционального программирования такие термины функция которая не кидает никаких эксепшенов не ломает pipeline то есть если у вас например персонал то просто дальше пропустит null но не кинет вам эксепшен и ничего я писал было все хорошо как бы мне нравилось она упрощала запись но тоже да за это нужно платить как бы и даже на доступ поле ну не совсем понятно с появлением c-sharp 6.0 появился еще такой как оператор еще его называют элвис оператор а то есть но название такое вот интересное сейчас я вам даже постараюсь приблизить и чтобы вы посмотрели как он выглядит вот то есть что теперь можно записывать теперь можно просто записывать сначала знак вопроса потом идет work там опять знак вопроса да то есть и вот это просто скомпилируется нам уже как раз наши честные проверки с null но запись гораздо удобней вот но оператор элвиса он называется да потому что если вы видите тут такие два глаза и там чубчик вот Игорь а мы можем посмотреть как она скомпилируется потому что почему я спрашиваю когда я читал про оператор там рассказывали про этот invoke и ивента именно по точность то есть раньше мы делали переписанном присваивание во временную переменную и потом только вызов да для того чтобы избежать race condition в одной из статей я где-то читал что написали что типа больше этого делать не надо поскольку этот оператор прохел и трейс кондишен если если он перепишется в такое то по идее трейс кондишен все еще сможет существовать а потому что мы не будем прислать во временную переменную я понял ты говоришь про ивент когда у нас есть например какая-то там давай сделаем фанк просто но это относится к эвент хендлером да то есть у нас получается есть фанкшен и раньше например так как многопоточная среда да там помните когда мы эвент хендлеры нам нужно выкинуть события мы всегда сохраняли это в локальную переменную да там сохраняли нашу фанкшен и после этого там проверяли уже на нал да то есть и потом делали соответственно уже там рейсы или вызов вот сейчас получается с этим оператором новым делать это не нужно то есть но тут один нюанс смотрите то есть если привычный синтаксис хочется написать вот так вот вызвать а то есть вот но так она не сработает нужно писать точка потому что ну дальше скажем так все продолжает концерт нажался вот да и соответственно сюда нужно передать аргумент арк ну то есть ну решать я знаю что нал да и она не вызовется вот но окей да и да потому что самое интересное потому что если она компилируется в проверку да то значит ну смысл в нем нету по факту да 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 вот вот она получается что-то видно оптимизнул да как то это в дебаге по идее не должно было ничего оптимизнуться получается что у нас здесь происходит да так это проверка это мы объявили функцию если равна null return да вот то есть тут получается про ивенты надо проверить честными ивентами может быть и правда он здесь посмотрел что но этот путь недостижим вообще хотя но дебаг оно должно без оптимизации вот еще раз о чем у нас тут была речь может быть кто-то потерял контекст мы говорили о том что когда с ивентами работаем нам всегда нужно сохранить локальную переменную да наш делегат который у нас есть чтобы у нас была своя копия с которой мы работаем потому что в тот момент когда вы проверили что ваша функция типа ну event handler не равен null и начинайте уже его вызывать многопоточной среде он может быть уже null но если вы работаете с локальной переменной локальная переменная на имьют был она уже не меняется это копия да то есть вы вызовете но никто не обработает справедливо найти для event для будь у кого ну якщо ты пройти с филдом на ведь объекта как у вас ну если он только если он имьют ну да тут просто именно специфика это лучше всего это видно в делегатах и событиях да ну да это в принципе валидный коммент для любого имьюта был типа не подождите ну для а и все было еще филд сменитесь то краще в локальную измену и потом его уже проверят ну да с этим проблема но вот с этими ивентами просто то что ну microsoft да и они сказали что с помощью теперь вот этого null conditional оператора элвиса вам не нужно больше но скажем так делать такие проверки вот но это нужно еще перед этим проверить что он генерирует вам код на потому что у нас возможно какие-то оптимизации но похоже так что если null return но не совсем имеет смысл это сейчас для ивентов да то есть нам нужно все равно было вызвать с этим оператором но он удобен можно его использовать но еще из того что мне понравилось я хотел бы поговорить это такой стринг interpolation стринг interpolation ну скажем так для меня удобная вещь то есть я люблю конечно стринг формат вот но каждый раз писать стринг формат потом писать ага что я здесь хочу написать там там argument 0 потом ага надо его передать этот аргумент вот в принципе все хорошо когда я пишу но все классно бывает проблема когда мне нужно отредактировать строку поменять что-то местами добавить параметр особенно если у вас тут может быть до 10 например бывают всякие разные случаи вы можете что-то просто где-то потерять где-то забыть не понять что там к чему соответствует ноль как посмотреть а один это что хорошо если у вас есть решарпер да он вам подсветит все покажет но не у всех есть решат и не все пользуются и это справедливо вот поэтому мне нравится очень сильно подход с интерполированием строк да это вы просто добавляете доллар убираете вот эту большую запись со стринг формат и становится все короче и все понятнее когда вы пишете скобки здесь уже полноценная подсветка синтаксиса работает здесь вы можете писать выражение да то 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 есть довольно удобная запись что мне еще больше понравилось в java скрипте да что пришло это возможность с помощью интерполирования там всегда не хватало кавычек это мультилайн писать решарпер все и все делает за меня вот он сам даже разбивает это не очень хорошо для демо да то есть скажем так не буду заявлю да вот видите решарпером попользовались уже решили что надо заявлять у них уже нету да здесь options как быстро тебя отключить где-то тебя убить general наверное наверное из опции самой visual studio там ага там где ты находишь плагин tools options ну и так ты просто убит решарпер там была команда концерна по сути а м вообще представляете решарпер распоставился его нельзя удалить не за него опция не экстеншен ценам дает она в общем стул с общинс и здесь найти решарпер с астана ухты все ты без решарпера стало лучше работать даже вот получается в чем проблема да то есть но иногда хочется такие записать мультилайн строки но чтоб не все в одну большую это не работает но в принципе такая штука есть это наш амперсант и позволяет записывать так что тут все хорошо да я немножко расстрелся потому что в джава скрипте с помощью там у них вообще добавили еще одни кавычки у них теперь три типа кавычек чему я рад потому что двух не хватает вот и в принципе можно записывать вот то есть ну со string interpolation все просто все понятно если вы посмотрите что он генерирует компилятор он вам генерирует string формат на базе ваших входных параметров он просто это переписывает как string формат и формат и просто подставляет вашу строку сюда и сам расставляет нолики и там единички и потом передает параметры это он делает просто на лету когда компилирует ваш код соответственно вам ошибиться гораздо станет сложнее то есть ноль один что вы забыли но если забыли это ладно если вы добавили параметр там же принимается рей обжектов но ничего страшного скажем так не случится но просто не выведется а пока вы найдете эту ошибку да то есть это довольно не быстро вот еще давайте включим нажат резюмнал теперь я знаю как решарпим включать включать и поговорим еще про один такой параметр я вот писал name of чем он мне тоже нравится это просто синтаксический сахар когда например вы проверяете аргументы вам нужно кинуть exception чаще всего мы пишем throw new argument exception да и обычно мы сюда пишем ну чтобы было понятно да какой аргумент передали все классно все хорошо но проблема в чем проблема в том что где-то рефакторим да соответственно все плохо все ломается да потому что здесь мы изменили на аргумент например здесь нам компилятор поругался поправил ошибку сказал что все и окей да потом здесь мы забыли ну и соответственно неконсистентность это не ну не страшно ничего критичного нет не ломает но неприятно а но я думаю где неприятно это люди которые работают с wpf а там есть такая штука как i notify property changed вот и мне кажется уже давно с самого начала впф да wpf все борются с тем что как бы это автоматизировать что бы я не писал эти строки потому что когда вы переименуете property в рефакторинге то тогда у вас ломается функциональность потому что если вы арк говорите notify а он кидает notification args это не очень хорошо вот ну и наконец-то c sharp 6.0 они решили эту проблему с помощью оператора naive of arg все то есть если мы здесь переименовываем и здесь переименовываем то здесь все поломается и наконец-то компилятор нам сразу скажет вот у тебя все плохо вот и в принципе здесь все понятно легко использовать можно использовать для wpf а вот но тут я еще хотел показать одну такую вещь как в принципе работать с этим всем я говорил что розлин он open source то что в принципе оп вернемся сюда вы можете просто взять скачать себе этот репозиторий розлин то что сделал я например не обязательно туда contribute это не правило в принципе когда вы скачали себе папку то все просто там есть compilers да и cross-platform вот я рекомендую и розлин да cross-platform можно вот розлин и compilers основное то что нас может интересовать как разработчиков если мы хотим посмотреть нетри или что-то дописать для своего проекта если вы там делаете свой dsl или еще что-то вот розлин очень большой solution там все есть в принципе хватает solution compilers я сейчас его откроем покажу что там вообще есть и что это уже не такой черный ящик как было раньше вы кстати помните какой скажем так экзешник command line tool позволяет нам сбилдить ну собрать и запустить наш c-шарп код помните там три буквы всего лишь в сессии да вот ну это верно вот соответственно мы открыли solution вы вот видите он у нас есть тут очень много файлов да скажем так но довольно понятно и то что нам нужно это cc то есть тот который отвечает за компиляцию вот в принципе открываем он довольно прост да это command line единственное что тут еще используется такой как синтаксис я вам не рассказывал это body expression то есть когда вы хотите например сделать ну тут получается могу ошибиться с карированием да по моему называется такой подход когда мы делаем делаем функции более высокого порядка например у нас есть функция которая принимает два параметра да и возвращает какой-то результат чаще всего один параметр может быть дефолтный да и мы делаем функцию которые просто в теле функции будет написано что там ну например мы напишем что у нас есть еще там static main main 2 который не принимает параметров и она просто например взывает main и тут сюда передает просто какой-то наш string с пустым параметром нам вот то есть такая вот идея и очень часто таких функций бывает много в ходе да они могут что-то там возвращать тому подобное вот в принципе ну чтобы не записывать это все можно записать в одну строчку а то есть здесь вот используется то же самое да здесь вот еще возвращаемое значение это лямбда она разворачивается return да main и передаете параметры все вот работает также например как понять что такое name of да как разобраться что такое name of вот если у вас скачан такой extension как net compile platform SDK вот то вы можете просто зайти во view other windows и здесь должен быть синтаксис визуалайзер вот и соответственно он вам позволяет понять что в вашем коде есть для меня кажется это очень классная возможность что мы теперь можем управлять кодом и доделывать какие-то наши рефакторинги дописывать тут очень классно что например полностью сохраняется все например у меня есть какой-то тут комментарий пользовательский и я делаю рефакторинг например у меня здесь просто написано args вот а я хочу сделать рефакторинг для своего проекта что везде где у меня args то я бы предлагал использовать name of раньше это было сделать очень сложно сейчас с помощью розлина вы можете проверить ага у меня есть args да это аргумент вот и он равен моему параметру да то есть это тоже параметр list method declaration параметр list название одинаковое я могу предложить в чем плюс то что вы можете изменять код на лету но вы не потеряете юзерский layout да то есть я не люблю инструменты которые мне исправляют ошибки и потом перетирают все по-своему меняют мой формат удаляют какие-то комментарии потому что они им мешали вот ну то есть это мне не очень нравится но я их тоже могу понять если бы я делал это я если у меня нету хорошего инструмента то это реально сложно да потому что ну как узнать есть комментарии или нет мы только код получили а пришел мне этот вот а что мне нравится в розлине так он полностью он даже с пробелами вам все говорит вот есть такой пробел тут пробел это очень классная вещь для нас то есть соответственно также вы можете узнать там что такое name of сразу да изучать код это такое там да invocation expression вот а также возвращаясь к нашему розлину да давайте посмотрим что нам нужно нам нужно name of вот вот есть всегда тесты за что мне нравятся тесты тесты это такая документация в которой вы можете изучить как каких случаях работает как name of как они видели использовать да то есть например как не использовать да когда будет ошибку бросить например у вас есть код интерфейс и один и два и три он реализует и один и два и мы потом пытаемся получить name of i3 property ну компилятор это не смог решить и соответственно вы тоже это не сможете решить и логично тут кинуть exception да то есть error такой то что не очевидность это или i1 property или i2 property вот ну тесты я рекомендую вообще заглядывать вот microsoft если вы хотите что-то посмотреть изучить у них тесты проверяют граничные случаи как оно используется вы можете сразу отсюда понять где вообще можно name of использовать ага видите можно его в дженериках использовать да аргумент entry method вот ну довольно классная вещь как бы документация которая всегда валидна это к тестам вот как же реализован например name of у них в коде это байндеры у них реализовано все с помощью байндеров то есть это сахар если вы откроете посмотрите то здесь есть байндеры на констрейты авейты это вот то что делает компилятор в бэкграунде за сценой разворачивает переписывает ваш код соответственно вы можете добавить my own name of binder подключить сюда зарегистрировать его и собрать свой компилятор csc и он будет работать как вы захочет возможно он будет фиксить баги вот сразу на лету вы сделаете умную машину но теперь это все доступно вам только осталось искусственный интеллект реализовать дело за малым вот то есть switch binder как работает как он понимает что когда использовать dictionary когда просто достаточно будет это jump up вот давайте например посмотрим как вот он используется что там на invocation то есть в принципе код понятно с комментариями читаем вот видно что есть check syntaxes for name for argument например зайти посмотреть а я тут уже даже breakpoint ставил что хорошо вы можете себе поставить breakpoint в этом файле и проверить что у вас там вообще происходит заходите в проект это же просто command line properties debug прописываете сюда для вашего cs файла например у нас вот наш cs файл компилируется вот cs файл просто запускаем жмем старт да единственное что он не быстро запускается проект большой открылась консоль вот но все равно то есть я не делал никаких сложных там телодвижений я просто скачал исходники запустил сбилдал там восстановились они get package собрал нашел мой метод поставил breakpoint нажал f5 но с параметрами все я запустил компилятор который я могу модифицировать понять что в нем происходит почему падает как он не так работает что-то свое дописать ну то есть изучить скажем так ну это мне кажется довольно классная фича с появлением c-sharp 6.0 не просто что добавили какие-то студии а посмотреть как она есть что-то она не запустилась а а вот он падает с exception наверно там аргумент неправильный давайте проверим а мы же кидаем если null то конечно давайте ничего не кидать что-то все равно там это происходит но идея вы поняли то есть но можно как бы дебажить я думаю может там что-то но билдил а это же не нужно билдить я ему скармливаю просто source файл мы можем вообще убрать чтобы это было ну чисто то есть я ему скармливаю только ага тут есть еще namespace и возможно из-за этого я ему просто скармливаю мы скажем так файл cs как бы это делали с команд-лайна вот скорее всего я просто ему не до толкал файлов но он все равно это останавливаться то есть я ему в настройках указал что запускайся с таким вот параметром возьми этот source код и все ну то есть хотел показать что это на breakpoint но сейчас уже не буду тратить время вот но это очень легко сделать то есть посмотреть запустить как она работает да то есть поизучать код потому что например я не сразу но идентифаерный generic name то есть а что такое там simple member access expression ну там сразу так и не поймешь и не вспомнишь да это например day time . now это будет simple member access expression вот но это кто работает с экспрессионами я думаю для него это легко вот alias qualified name это когда вы используете global namespace и когда пишите using там ставите двое . этот вот alias qualified name вот ну в принципе такая вот идея для изучать посмотреть как она сделана и возможно что-то доработать дописать может быть и контрибьютать вот но это все что с sharp 6 0 и в принципе то что я хотел рассказать и рассказал спасибо и думаю может вопросы какие-то есть есть у кого-то какие-то вопросы или непонятно что-то было или много чего по ходу обсудили мир может какие-то остались а вопросы что-то осталось недосказанным а папа папа давайте посмотрим что у нас тут было ту 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 плану еще нет нет смотрите на самом деле здесь фичи для си шарпа шестого и visual basic а 14 вот я не рассказывал про visual basic 14 я не очень вижу бейсики 14 и здесь просто описание например смотрите регионы у нас были до внутри методов visual basic они наконец-то добавили в 14 вот то есть где-то в параллельной вселенной на презентации visual basic а они рассказывают что у нас добавили регионы вот и мы теперь можем заворачивать все в регионы шарп из методов выбрали вот на то есть нам например extension этом коллекцию и насылай за да там добавили но такие вот как оверлоуд резолюшен у меня даже не покажу вот но в принципе если говорить про наш сша специфическая дата есть именно отдельная статья боди я в принципе extension методы были нал кондиционал был стринг интерполейшен был name of был индексинс эксцепшен овейт этот метод вот но и и еще смолы в промоцах да но для меня тут не написано одна большая вещь то что теперь розлин это сервисы мы можем его использовать смотреть вот что там внутри что в компиляторе но это довольно интересно и ну и в принципе сложного такого тут ничего нету но посмотреть поизучать их довольно интересно то есть принципе по си шарп 6 0 что вошло в стандарт а и что можно использовать я рассказал но и видение то что использую например индекс операторы я использую не часто на кондиционал постоянно потом интерполейшен стринг постоянно используем ага вот одну я точно не рассказал вещь потому что я ее использую но если скажем так вы тоже это используете но если кто-то вообще использует структуры кто-то еще использует структуры бывает очень редко в какая была помните у нас проблема с с конструктором структурах чистое ткп стандартный это честно можно было стандартной створю то есть в принципе что у нас там был стор дам вот такой вот конструктор да был и вот всегда начиналась а проблема с того что как в point например то но любая хорошая демо про структуры начинается с точек вот как например создать какие-то по умолчанию да я хочу x и y остановить минус один как это сделать конструкторе до приходили в конструктор блин так нельзя сделать вот беда а то есть нам например хочу так написать и хочу написать вот так вот вот это получается была беда ну то есть в скажем так конструкторе единственное что добавили это надо вот этот конструктор параметр less который есть можно использовать то есть и единственное что там проблема кто использует конструктор но тут кто-то вообще использовал эти конструкторы или нет ну там можно по-моему дань через 1 якось я уже напомню то я точно давно написал 1 через 1 можно там инициализовать было то есть на самом деле да сейчас но он там подсвечивает вот конструкторы паблика не вот правят сетпоинт вот это он ругался да то есть соответственно если там написать x x int y на то соответственно можно задавать какой-то x и y значение по дефолту раньше такое вону писать не очень можно было вот а сейчас для структур это можно делать вот это получается но тут смотрите какой нюанс с которым столкнулся и нужно быть осторожным вот сейчас все классно как бы работает да например у меня есть моя поинт я могу здесь указать 10 там 4 на то есть и например давайте сделаем какой-нибудь оверайт стринг и запишем это все например что у нас тут x и y вот ну то есть теперь оверайдить видите с помощью экспрессионов можно гораздо проще вот и например мы выведем как она все показывается здесь 10 и 4 на то есть что еще может быть мы можем например создать просто не инициализированное да сделать например это будет просто point на что будет он еще и поругался на нее на то есть не инициализированное вот можно сделать дефолт например нашего point point здесь будет 00 на то есть м например если это мы ничего не передаем здесь я могу например заход код доказать что здесь будет 1010 в этом случае например установить дефолтное значение но здесь все равно будет 00 на то есть тяну там с 1010 сработало здесь будет 00 но если я пишу new на то все работает как нужно потому что вызывается конструктор а если я пишу дефолт то конструктор вызываться не будет вот 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 это такой еще ты напишешь еще до досы и дефолт не конструкторы в нем и нициализации там пропишешь сои просто вот такой вот таки тут он не закрепит не напомню точно попробуй писли писать бэйза вем 2 крапки без без он все равно не будет здесь за мисс бэйза это минус 1 там учишься и сюда все равно нас что-то передать он горит чтоб парамет лес но там очень сложно там еще были атрибуты там я помню раньше мы расставляли атрибуты вот там с этим было еще сложнее то есть там на поля расставляли атрибуты дефолтной вели там использовали какой-то хак вот нам это структуры такие вещи да то есть но мне не очень часто у нас применяются но есть вот может быть какие-то еще вопросы чтоб ну мало ли там тоже если что отключайтесь может кто-то хочет задать вопрос да если там какой-то другой митинг поэтому чтоб я успел ответить на него скажу что не так долго не хочет extension property сделать и индексеры допустим часом приходится таки но у них это все на си шарп 7 вроде бы в родмапе есть если я правильно понял пройти индексеры и expression extension вот но у них все меняется потому что на си шарп 6 0 тоже но я так понимаю у них шла скажем так один скоб работ потом они что-то выкинули что-то добавили ну я так понимаю проблемы больше с имплементацией если от этого вылью никакого то они наверно это не берут скоб вот но у них и в принципе если кому-то интересно то у них проходят митинги каждую неделю они обсуждают ай пи ай вы можете в этом активно участвовать это все она не провинекста не рассказывать митинг сп.net комьюнити есть митинги там демен с хан селманом и рассказывает а есть еще отдельно у них митинги по и пи ай именно для си шарпа что они думают в родмапу на 70 берут например фичу там же есть пропозалы то есть люди на гитхабе заводят им пропозалы да то есть там вот как и шьюз тут если посмотреть лейбл с у них тут next там превью area разные там дизайн от фичи реквест вот то есть например выбрали там фичи реквест вот вы попросили на то есть там и рассказываете да там что ваша фича но тут нету такого вам какую-нибудь найти где они хорошо обсуждали вот то есть ну в этой фичи там идет обсуждение да то есть хорошо или нет возьмем ее в обработку или нет вот то есть принципе это все открыто доступно для нас и если надо вы тоже можете зареквестить если вы об этом видите аргументировать потому что но они очень активно на это скажем так откликаются смотрят но вещи такие скажем так которые адекватные до которые требуют вот и если какие-то сложные фичи то они выносят их на обсуждение и это все тоже транслируется онлайн вот но мы все на росли не можете найти если интересно я потом блокпост тоже скину ссылки на это если кому-то посмотреть там на google hangouts ссылка есть где у них ивенты я не помню точно и последнее много уже пропустил и не помню точно уже когда они проходят вот знаю точно сп идут на этом там по вторникам проходит поздним нашим вечером нибудь еще вопросы может что-то добавить есть кто-то работал я за что окну меня и презентация особо не было три слайда всего я даже не знаю нужно вам и скидывать добро я все сподіваюсь мне нечутно а если вопрос больше не мая хлопцы вы всегда можете задать вопрос Игорю офлайн я сподіваюсь он доступный по корпоративному и мейлу або по телефону вот